Прогулки среди могил в Новороссийске не стихают споры вокруг предложения превратить в парк-кладбище Солнечное. Инициативу озвучил мэр города-героя, но идея Игоря Диченко не всем жителям понравилась. Пришлось объявить народное голосование, и оно раскололо на два лагеря даже сотрудников администрации. Подсчитать голоса и вынести вердикт планируют 18 сентября, пока Александра Шпакова задалась вопросом, какая неведомая сила манит людей к старинным захоронениям. Сочная южная зелень. В ней и во времени растворяются мраморные айсберги надгробий. Природа и запустение поглощают здесь память о людях. Первые захоронения на Новороссийском кладбище датируются 1910 годом. Сотрудники исторического музея в числе тех, кто новый проект поддерживает. Ведь судьбы горожан неразрывно связаны с биографией целой страны. К примеру, памятник «Крепостная стена». Это могила Константина Хруцкого. Он был личностью неоднозначной и авантюрной. Его приглашали даже в Болгарию, награждали. Хочу сказать, в интернете наберете Константин Микентьевич Хруцкий. И первым, наверное, в запросе появится его цветная фотография, где он еще с наградами русской императорской армии, в форме добровольца времен русско-турецкой войны. Впрочем, до сих пор ходят слухи, что он является самозванцем, а награды купил. Кто же он на самом деле, оставим на откуп историкам. На одном кладбище с авантюристом довелось коротать вечность выдающемуся архитектору Семену Калистрату. Здесь же иммигранты начала 20 века и колоссальное количество погибших во Вторую мировую. Главная беда в том, что за последние сто лет произошло столько перипетий в истории, что за такими возрастными захоронениями уже некому ухаживать. Тем временем, кладбищенская дискуссия перекинулась и на крадар. Неравнодушные граждане успели обсудить идею, возникшую в Новороссийске, и примерить ее на всесвятский погост. Люди понимают под этим очень по-разному, что это будет, какова роль этого преобразования. Некоторые считают это кощунством. Другие говорят, что наоборот, данная территория будет благоустроена, возродится архитектура, будут возрождены основные аллеи, то есть инфраструктура, кладбище. А сохранять и возрождать действительно есть что. Помимо историй прошлого, сюда приходят за мистикой настоящего. Пока экскурсоводы спорят о том, насколько состоятельна местная легенда о ведьме, могила Марфы Турищевой последние 30 лет является местом паломничества неформалов и эзотериков. Экскурсоводы также иногда не пренебрегают историями, которые были рассказаны Турищевой. Якобы, что она была ведьмой, говорили о том, что она увлекалась спиритизмом. И всему виной какой-то случай еще в советские годы кто-то обратил внимание, что на надгробье Марфы Абрамовны отсутствует дата рождения. Как раз в этом мистики нет. В небогатых семьях зачастую не записывали дату появления на свет, а вместо дня рождения отмечали праздник святого, в честь которого назвали дитя. Тень на репутацию Турищевой бросает и обезображенное фото на памятнике. Вот и гадай, мистика тут или хулиганы. Кстати, весомый аргумент в пользу парковых кладбищ. Это охрана, которая будет следить за территорией. А еще реставрация архитектурных сооружений с трогательными эпитафиями и выцвевшими фото. Всесвятское кладбище стало последним пристанищем для многих выдающихся людей Российской империи. Этот мраморный крест украшает могилу Ивана Мальгерба. В Екатеринодар он прибыл из Одессы, где участвовал в возведении известного оперного театра. На Кубани Зочи останется до конца своих дней. Наиболее яркими страницами в творчестве архитектора стали храмы. Свято-Екатерининские и Троицкие соборы, которые до сих пор украшают наш город. Александра Шпакова, Федор Фролов, Кубань-24, Краснодар. Ну и блоком, Никого, Юй speка perceive вам кالم touчки, к Bislettере и держка contributor. С Jet.